добрый день здравствуйте дорогие наши улыбающиеся покупатели и те люди которые пришли сегодня на вебинар которые может быть еще никогда ничего не покупали но вы же будете покупать потому что компания продает очень хороший продукт для здоровья и компания помогает быть обеспеченным человеком то есть кому нужны деньги или кому нужна но деньги и работа до или кому нужно здоровья сдать даже здоровым она нужна не то чтобы не здоровым то вы попали в правильное место но сегодняшний вебинар в основном у нас посвящен первая часть будет розыгрышу час удача здесь загадочно улыбаются монолизом у нас новый человек рисует картинки такой вот интересный взгляд на жизнь на красной кнопке расположена значит виктор батаков будем нажимать я руководитель сетевого отдела и действительно сейчас мы сделаем не так как обычно мы сначала покажем вам ролик где-то 20 минут длится до ролик связанные с часом удачи как вы видите сейчас на слайде 19 подарков было разыграно мы записываем видео и вы смотрите татьяна викторовна сделала этот розыгрыш и во вторник на вебинаре вы уже слышали что татьяна викторовна но уже эмоции через край да то есть она знала уже тогда кто поедет на крит кто выиграл еще 18 подарков кому напиток вокаидан кому напиток альфа пукавел альфа кто деньги выиграл знаете как некоторые просто деньги просто деньги да не каждая компания ежемесячно делает розыгрыши для просто хороших покупателей и вот просто деньги просто путевки просто хороший продукт и так 19 подарков в этот месяц за июнь за прошедшие у нас 33 человека участвовало это не очень много и поэтому произошел такой скажем очень хороший процент шанс на выигрыш я еще сегодня наверное буду об этом говорить 33 19 и вот те 14 человек всего 14 которые не выиграли я думаю что ваш выигрыш где-то в другом а может быть я не знаю где но вы сами увидите да то есть 19 выигрывает 14 нет значит или вам хорошие чеки приготовлены в компании или какая-то еще удача к вам идет то есть здесь как раз ки наоборот я думаю что на час удачи в компании в кайдан волк удача дается тем кому она максимально сейчас нужно в том или ином виде во второй части будем говорить уже и о команде будем говорить о немножечко новом рейтинге да это очень интересно я отвечу на какие-то вопросы которые там поступали из разных источников и соответственно у нас будет вторая часть такая обо всем а сейчас торопимся особенно для магадана напишите пожалуйста кто у нас откуда мы еще не выучили магадане обычно всегда очень поздно но мы не выучили например в 12 московского начинаешь магадане поздно вечер начинаешь в 6 часов в 16 по москве магадане опять поздно а вот эти как эти поздно друг от друга отличаются кто собрался кто ждет я сразу скажу вот честно скажу да магадан есть или структура магадана да может быть не город есть среди получателей подарка то тем кто старается туда все и направляется а у вас любовь валяева пишет всего девять минут ну девять минут это еще не время что называется то ли дело у нас здесь вот 16 но 9 да то есть а у вас всего 9 завтрашнего дня на крит давайте я не буду у вас томить да уфа пришла вижу напишите да города сделать маленькую перекличку притяните удачу к себе я понимаю что этот розыгрыш уже записан обработан но что а потом не нужно что ли да а ведь это ежемесячно это же интересно важно да вот алматы киров интересно шимкент я тоже удивился когда увидел эту как как ее называют загадочную улыбку джаконды да думаю ну ну ладно кому она загадочно улыбнулась включаем на сайт компании там внизу любой страницы есть кнопочка такая ютюбная да на видео сервис нажимаете попадаете на на канал компании там в разделе час удачи вы найдете все часы удачи и это тоже итак смотрим и снова здравствуйте сегодня 10 июля 2017 года и мы проводим очередной розыгрыш час удачи по итогам июня 2017 года но сказать что это обычный розыгрыш я не скажу потому что у нас разыгрывается масса призов и подарков и каждый месяц наши участники получать прекрасные призы и это очень очень стимулирует тех кто берет продукции на 330 баллов и более удачи сама распределяет кому же подарки будут даны в руки и поэтому у нас каждый месяц все больше и больше становится участников данном розыгрыше и по итогу июня у нас 33 участник 33 участника и 19 подарков это говорит о том что чуть больше чем каждый второй получит подарок по итогу розыгрыша каждому из участников я желаю удачи удача непременно присутствует в данном розыгрыше это безусловно и мы отмечаем очень невероятные факты даже какое-то волшебство собственно говоря происходит при данных розыгрышах и многие наши партнеры которые проводили данный розыгрыш в своих сервисных центрах ну просто невероятно удивляются когда происходит то или иное чудо связано с данным розыгрышем по итогу июня у нас 33 участника 33 партнеров которые приобрели продукции на 330 баллов и более у нас сегодня вот разыграно 19 подарков 6 фирменных коробочек напиток из 8 бутылочек 6 фуковелл альфы 6 денежных призов по 65 баллов и одна недельная путевка на остров крит я думаю что это самый ожидаемый подарок из всех участников потому что мы невероятно поехать купить на 330 баллов продукции и еще за это поехать на остров но я не знаю наверное такого больше нет нигде только компания Каидан предлагает вот такие вот чудесные розыгрыши я сейчас озвучила на фамилии участников и мы начнем наш розыгрыш не буду вас томить потому что сама невероятно волнуюсь а я между прочим очень много месяцев подряд не проводила эти розыгрыши хочу вам сказать что на самом деле сегодня как первый раз опять перед камерой я выступаю но я это делаю с таким большим удовольствием потому что это очень невероятное ощущение состояния доброты и теплоты когда есть возможность сделать вот такие подарки от компании Каидан Воль и начнем участники данного розыгрыша Апсатаров Жунуз Идивич Мельковская Валерия Витальевна Чарушин Сергей Павлович Волникова Алла Сергеевна Абдулина Галия Назифовна Батабаева Майя Абделжановна Щукина Ирина Александровна Курманжанов Канар Курманжанович Туашев Азамак Канатулы Зайцева Рузида Батархановна Колесников Филипп Вячеславович Ясук Вадим Федотович Федорова Эвелина Николаевна Чепрасов Сергей Владимирович Сунцова Ольга Николаевна Садыкова Жанна Амуэрбекова Агерке Потапова Оксана Александровна Гельцер Александр Федорович Шупаева Жанат Кабдуалиевна Крылова Ольга Николаевна Лисовская Ольга Вячеславовна Валяева Любовь Анна Тольевна Адельбекова Алма Кабдешевна Баба Муратова Феруза Ерешевна Майлы Гуловы Сайра Мировна и Алма Сериковна Акшараевы Мариана Балатовна и Даньяр Ленатович Карамалаева Саида Халмуратовна Сложнева Наталья Михайловна Нуркен Мацад Ластовкина Наталья Ивановна Широнина Ирина Вячеславовна Левкина Ольга Митрофановна Ну вот все участники у нас загружены в барабан Начинается ответственный момент Момент розыгрыша Это знаете всегда волнительно Очень как то так даже скажем так Такую ответственность на себя берешь Все таки очень важно каждому из вас Каждому из участников Получить свой приз, свой подарок Это безусловно такое действие очень важное Поэтому мы начнем сейчас разыгрывать денежный приз В размере 65 баллов Таких призов будет 6 Компании Фукайдан Волт В личный кабинет 65 баллов от компании Фукайдан Волт Я не смотрю барабан Я достаю первую фамилию И Батабаева Майра Адалжауна Мы вас поздравляем 65 баллов будет вам начисленный в личный кабинет Это чудесный выигрыш Знаете Денежное вознаграждение В данном размере Дает возможность сделать активность Или чуть-чуть добавить И приобрести тот же самый продукт Который вы Жители и обитающие компании Второй призер Садыка Мажана 65 баллов в вашем личном кабинете Будет красоваться в самое ближайшее время На числе Я смотрю Очень много Знакомых фамилий Вы знаете Наверное Это как эстафета Если начинаешь участвовать в данном розыгрыше Остановиться невозможно Поэтому Я сейчас пока диктовала фамилии Читала Я заметила Обратила внимание Что много людей Которые Ежемесячно Принимают участие В данном розыгрыше И Третья сумма Баба Муратова Фируза Ерешевна Мы вас поздравляем Счет Будут начислены Я буду складываться по порядку Шесть У нас Шесть Денежных призов Из них Четыре я уже достала И я достаю Пятый Так Пятый Одно Одно Денежного Вознаграждения Денежного Подарка От компании В размере 65 баллов Адельбекова Алмак Абдешевна Алмак Абдешевна, если я не ошибаюсь В предыдущем розыгрыше вы выиграли точно такой же приз Мы вас поздравляем 65 баллов будут всем призерам начислены в самое ближайшее время И уже к моменту, когда этот ролик будет транслироваться И вы будете впервые смотреть и ждать, когда же будут озвучены ваши фамилии Вы увидите этот ролик и эти суммы будут начислены в вашем личном кабинете Следующий шейф подарков от компании «Фукайданго» Ой, добрый розыгрыш и час удачи за июнь 2017 года Это 6 фирменных коробок напитка из 8 бутылочек Прекрасного нашего зелененького, вкусненького, сладенького Но из самого, что ни на есть, популярного продукта компании «Фукайданго» 6 коробок разыгрываются в час удачи И в час удачи, и в час удачи, и в час удачи, и в час удачи Ольга Митрофанова Ольга Митрофанова, коробочка напитка будет вам направлена в самое ближайшее время И вы получите 8 бутылочек прекрасного напитка «Фукайданго» Итак, вторая коробочка Можно сказать, что у нас практически 50% стилизов сейчас уже будет разыграно И чем вторая коробочка напитка потапала Александра Александровна Поздравляем вас! 8 бутылочек напитка «Фукайданго» Будут ваши Будут вам направлены в самое ближайшее время И они уже ваши, вы уже играли, вас поздравляем! Ага, третья коробочка напитка «Фукайданго» Кен Мацак Мы в «Фукайданго» Это чудесный выигрыш Это просто невероятно Какие продукты, потом еще получим подарок По итогу такого розыгрыша Розыгрыш абсолютно открытый Вы видите, я вот стою одна Все прозрачно, все доступно Я не смотрю барабан Я просто выбираю Моя рука правая выбирает Призер очередной На четвертую коробку напитка И четвертая коробка напитка «Фукайданго» Как дуалина Мы вас поздравляем! Ура-ура! О-о-о! Четвертая коробка осталась две Давайте я перемешаю Я достану еще вверх Перемешиваем Так, кто у нас тут? Чесник Теперь я делаю Подостану Значит, пятая коробочка напитка Ага Чирушин Сергей Павлович Сергей Павлович Принимайте поздравления И коробку напитка От «Часла удачи» Компании «Фукайданго» Шестая коробка И данный розыгрыш Она последняя Потому что всего шесть таких хоризов Я даже не знаю Сейчас моя рука должна Вот прям хорошо выбрать того Кто действительно Очень-очень Хочет получить данную коробку Она просто необходима Жизнь не нужна Я Сенсор Ольга Николаевна Ольга Николаевна Ольга Николаевна Мы вас поздравляем И шестая коробочка напитка Разыгранная данным розыгрышем Вашим Это все В самом ближайшем времени Где-то правда На всем вам Я прихожу к розыгрышу Шести Прекрасных бутылок Того альфа Все Многие точнее знают Что это Мой самый любимый продукт Я сама неоднократно Рассказывала Какие получаются Прекрасные 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 Обожаю его пить Обязательно пробиваю Ну как минимум Как минимум Два раза в год Оба ночи Каждое утро После оканчика И вперед на работу Это заряжает Невероятная энергия Подростью духа Просто счастье Не поверьте мне И Первая Бутылочка Напитка Из шести Мне удобно Как-то правый Руковь Я прошаю Возможно Возможно Она у меня Вот Вот Первая Бутылочка Напитка Кармалая Салида Халмуратовна Мы вас Поздравляем Это супер Вы сможете Заводить Прекрасный вкус И тот результат Который От данного Продукта Происходит С Просто С сознанием Все переворачивается Все И счастье В душе Третья бутылочка Федорова Федорова Эвелина Николаевна Мы вас поздравляем Третья Третья бутылочка Из шести Четвертая Четвертая Бутылочка Эть Четвертая Сложнёвна Наталья Михайловна Мы вас поздравляем Чудесный выигрыш Поздравляем Четвертая Бутылка Напитка Разыграна Осталось две Компания По итогу Эвелина Объявила Максимальное Количество Призов Потому что Мы понимаем Насколько это важно Для каждого из вас Нам самим Невероятно Приятно Дарить Подарки И Пятая Бутылочка Крылова Ольга Николаевна Мы вас поздравляем Ваши бутылочки Из шести Разыгранных Пятая И шестая Бутылочка Напитка Шестая Бутылочка Напитка Вот так Вот Анна Убекова Озерке Мы вас поздравляем Шестая Из шести Бутылок Пятого Альфа Разыграны Реприз Самый генеральный И вы знаете Я испытываю такое невероятное волнение Потому что Данный приз Это все-таки Действительно Удача У кого-то есть Есть Объективные причины Не поехать Не купить А вот Когда Это приходит В виде выигрыша Отказываться от такого Ну просто невероятно И мы сейчас Разыгрываем 19-й Генеральный приз По итогу розыгрыша Час удачи За июнь 2017 года Недельную поездку На остров Крит Это невероятный Остров Любви Красоты Настолько Чистой Энергии И я надеюсь Тот Кто сейчас Выиграет Поездку Ощутит на себе Все эти прелести И привезет с собой Но невероятная Масса Хорошего настроения Позитива И конечно же Будет рассказывать об этом Будет рассказывать И естественно Благодаря Фукайдану И приему Фукайдан И покупке В компании Фукайдан Голд На 330 баллов И более У вас появилась Именно такая возможность Съездить В эту Недельную поездку Я очень волнуюсь Я очень волнуюсь Я сейчас Сделаю Вот такие Эти движения Чуфырь Пуфырь Как-то вот так Потому что Мои ладошки вспотели Я Конечно же Очень хочу Чтобы сейчас Тот, кто выиграл Эту путевку Это действительно Тот человек Которому Действительно Надо съездить Потому что Перезагрузка происходит Знаете? На 100% На 100% На 100% На 100% На 100% На 100% Поздравляем Аплодисменты Это просто Что-то Я знаю, что Розида Батархановна Это Партнер Новичок Которая Вошла Буквально В июне Буквально В июне Буквально В июне Буквально В последние дни Месяца Потому что Так получилось Почему я знаю Эту фамилию Я вам тоже Такую предусторию Это Получилось По доставке Был такой момент Где надо было Выяснить Некоторые обстоятельства Розида Батархановна Вы знаете Ну это Действительно Был правильный шаг И правильный выбор Я вас поздравляю Это невероятный выигрыш Я просто уверена Что Эта поездка Принесет вам Не столько позитивных эмоций Столько Хорошего настроения Просто Поэтому Мы вас поздравляем Всей душе Все компании Это невероятный выигрыш И Верти в чудеса Все Кто участвовал И даже не участвовал Не разу Верти в чудеса Вот Все Участники Многие участники Я вижу фамилии В первые Скорее всего Те Новички Которые вошли Буквально В месяце И Удача существует Это и есть Поэтому Участники У меня мурашки По коже Я передаю Я хочу вам всем Передать эту энергию Потому что Это невероятно Для меня Это очень большое удивление И каждый раз Вы знаете Каждый раз Я испытываю Такое колоссальное наслаждение Когда провожу Розыгрыш Поэтому Я желаю вам всем Оказаться Вот именно В этом статусе Выигравших Участвуйте Принимать участие Удача Безусловно Преследует тех Кто в нее верит Поэтому Я желаю Всем вам здоровья Счастья Удачи Будьте с компанией Всего вам доброго И сейчас Когда выключится камера Мне кажется Я буду прыгать и езжать Всего вам хорошего До свидания Вернулся Я снова с вами Знаем Зайцеву Розиду Да Батырхановну Итак Я понимаю Что все смотрели Сейчас ролик И по-моему Никто из Получателей Вот Или здесь не присутствует Сейчас Или не написал сразу Ну он может быть правильно Побежал там Родственникам Друзям знакомым Звонить Ура Я выиграл Или сидеть радоваться Ну напишите Может быть кто-то присутствует сейчас Мы почитаем в чате Все будет очень интересно Еще кто-то баловался Мне кажется У нас много модераторов И когда на экран лишний раз нажмешь Там вот дрожит Повтор нашли у нас записи Но все мы посмотрели Модераторы С вас Спрос больше Чем другие Итак Вот Талмак Абдешевна пишет Я выиграла деньги Деньги Оп Ды-ды-ды-ды-дынь Из 19 человек Получивших подарок Один Здесь у нас пока Пишите кто еще Магадан Просыпайтесь У вас Как пишет ваш спонсор Елена Бондаренко Прямо на вас Высыпали подарков Но Давайте по очереди Вот Жанна Садыкова пишет Спасибо за подарки Это моя Фируза Выиграла денежный приз Здорово Итак Рузида Зайцева Уже у нас две Зайцевых Поэтому второй Зайцевой Вы сразу говорите Что это не она выиграла Мало ли да То есть по спискам Смотрели два Два человека С такой фамилией Есть Обе женщины Ну как Как вы думаете Рузида довольна Знает ли она об этом Очень интересно Еще немножко поговорю Про это Но действительно Очень и очень интересно Мы будем связываться С этим человеком Будем Отправлять На Крит Будем помогать Сделать Что там нужно Визу да То есть мы все это проходили В прошлом году Когда На второй бизнес форум Поехало у нас Много человек Так Алмаш Акпарова пишет Астана Выиграла Акерке Альфу А Альфу Здорово Акерке Выиграла Альфу Или Акерке Так Знаете Алма Написала Три слова на букву А Коротко А это Главный лидер компании Учитесь Коротко и ясно Алма Астана Акерке Альфу Больше слов на А нет Поэтому восклицательные знаки Молодцы Алма Кабдешевна Пишет буквы Начиная со своего имени Отчества АК Да Алматинская команда Ну а дальше уже Ну я шучу Итак Есть у нас человек Надеемся что в этот раз Все у нас с Критом будет хорошо Что этот человек выездной Может ехать Вернется с Крита Поедет на Крит И мы все будем Очень и очень довольны Посмотрим фотографии Да Елена Бондаренко пишет В Магадане Шесть призов Шесть подарков Это не совсем призы Хотя конечно Человек это должен рассматривать Как некий приз Потому что что-то делал Да Но компания дает подарки Своим лучшим покупателям Так называется Наша сегодняшняя тема Удача улыбается покупателям Ведь не нужно было делать достижения трудовые Да Чтобы все вот это получать Там трудовых нет Там есть Я себе купил или на продажу И я получил подарок Да То есть это подарки для покупателя Так Любовь Валяева Здорово Молодцы Пишите уже Чарушин С Щукина И Федорова Э Это мои прекрасные партнеры Поздравляю их Да Еще раз посмотрите все слайды Здесь Альфа Шесть получателей Шести бутылочек Альфа Это в общем-то Дорогого стоит Да Это И Мощный продукт И дорогой И очень и очень Ну скажем так Действующий Мы с Людмилой Ну мы Провели на себе Тот курс Который Когда-то и придумали 100 грамм за 100 дней И в основном Этот курс был У нас был Порошок И была Альфа Порошок 100 грамм Значит дал нам Сколько 50 дней курса И еще По бутылочке Альфи Мы выпили Чтоб 100 дней получилось Там 45 граммчиков Порошок сработал Альфа сработал Мы Достаточно здоровые люди Да То есть нельзя сказать Что вдруг у нас там Отменили операцию Например Или Что у нас до этого Были какие-то диагнозы Да Может быть и были Но мы не знаем А после этого Эти же диагнозы Говорят нет Чего записывать То есть нет таких Документальных подтверждений И я буквально вчера Позавчера Думал Да Да Вот мы употребляем Фуковидана Что же у нас У нас это там Условно говоря Около 50 лет И вдруг Понимают Так мы живем в лесу Практически Тут сыпет сверху Как ее называют Это мне потребовалось Усилие У меня есть результат По продукту А почему же еще Да И это результат Очень хороший Потому что это значит Иммунитет Значит защита И иммунитет На природную То есть природная Не считает Мой организм больше не считает Природу Такую вот Слишком странно агрессивной Ну в этот момент Пыльца вообще агрессивная штука Так Что вы пишете Алматинская команда Выиграла 8 призов Вообще Да То есть больше Больше Магадана что ли У вас соперничество Но мы помним Что в Алмате Живет Миллион восемьсот тысяч А в Магадане Шестьдесят тысяч Но в общем-то Правильно Что Алмата побеждает Но с другой стороны Магадан Поднажмите Вам недолго осталось Чтобы это Двухмиллионный город Почти что победить Жанна Садыкова пишет Все мои партнеры Моя команда Выигрывает Постоянно ценные призовы Рая Так счастливо Так Солнечный Магадан Розыгрыш Да Для Магадана Вот вы пишете Что Солнечный Магадан Не прогреется На острове Но ничего С нами Надежда Следующий Теплый регион Будет выигрыш За нами А следующий Теплый регион Уже известен Это Сочи Сочи 2017 В начале сентября Было выбрано Именно для того В это время Да Что там еще тепло И Вы сами Своя работа Решаете Быть там или нет То есть это гораздо легче Для человека Для понимания Не кто-то решает Вот мы видели У Татьяны Викторовны Этот лототрон Где Карточки Да Визиточки Карточки Лежали 33 человека В этот лототрон Еще 33 раза По 33 человека Можно положить И он так будет Хорошо наполнен Тогда То есть Это все-таки Удача Другая рука Думаешь Ой А Сочи Вы можете сделать Сами Из 30 человек Которые поедут В Сочи Ну пускай 10 Будет из Магадана Хотя бы Постарайтесь Джунжуза Она написала Моя дочь Саида Альфу Какие вы Молодцы И как вы экономите Слова Я все время говорю Почему вы слова экономите Я еще про это сегодня скажу Про экономию слов Про команду Про то Что Нужно учить Нужно заставлять себя Писать Говорить Показать Ну то что Я хочу сказать Надо как-то это сказать А то Саида Альфу Вы дочери свою покажите Хотя Может быть она А кто будет пить Альфу Дочь Или мама Шесть человек По коробочке напитка По 8 бутылочек напитка Мы считаем Что это доза на 1 месяц И такая небольшая Хорошая Профилактическая доза На месяц Но есть люди Которые это умудряются Растягивать На 4 месяца На 3 На 5 На 7 Да То есть Считается Что это месяц Хорошая Вкусная Главное И на каждом из 3 слайдов Есть Магадан Да Я смотрел И из 3 Вот где по 6 человек Денежные Денежные призы Денежки Выиграли эти люди Вот у нас Ирина Щукина написана большими буквами Но это просто Она при регистрации сделала себя большими И так вот сюда проскочила Потом мы конечно будем исправлять Но и выиграла Ирина Щукина Может быть как-то привлекла к себе удачу именно так Я не предлагаю всем писать себя большими буквами имя отчества Следующий час удачи пройдет примерно через месяц И будет разыграно 5 Альф и 5 фотоаппаратов 10 призов Не 19 Сразу могу сказать 10 И вы знаете почему Потому что во-первых мы не хотим сильно вмешивать разные энергии Чтобы на Сочи попали те, кто вот в Сочи целится Кто хочет быть в Сочи, кто работает на Сочи, кто лидер Чтобы не было так, что кто-то так хочет попасть например на Крит Или что-то очень ценное, супер ценное выиграть Что ради этого покупает товар и вдруг еще в Сочи окажется То есть вдруг не надо Не надо вдруг, все должно быть разумно И в то же самое время 5 фотоаппаратов вот этих Canon Это никогда такого компания не делала Мы разыгрывали один фотоаппарат и еще один Потом вроде бы еще один был, но по одному Здесь 5, почему? И этот фотоаппарат он такой В его описании прямо написано компактный То есть его можно положить в карман Хоть в задний карман, хоть в сумочку Он гораздо меньше по размеру, чем смартфоны современные То есть в Сочи В Сочи, в Сочи, в Сочи Вот выигрывайте фотоаппараты, получайте их И чтобы вы приезжали на третий бизнес-форум Со своим вот инструментом Все запечатлеть себя Я на фоне горы, я на фоне президента Я на фоне Виктора Батакова Ух ты! Я на фоне Людмилы Батаковой Вот тут я с Татьяной Викторовной Я тут с Медведем Олимпийским Я с Барсом Кстати, Барсов выпустили в Сочи Пять, что ли? Ну, настоящих живых Туда в горы Но довольно далеко от нас Я думал, мы их не встретим Восстанавливают популяцию То есть фотоаппараты Это классно Ну, идем дальше Да? И когда это в подарок, это хорошо А Альфа в подарок всегда хорошо Топ 10 за июнь Почему я показываю этот слайд? Потому что следующим слайдом Будет еще топ 10 за июнь Но там будет слово Профессиональный рейтинг Кажется так Профессиональный топ 10 И мы долго смотрели И действительно получилось так Что... Ну... Почему нет? Вот Пускай у нас будет больше людей в топе Да? 10 по обычному топу Как у всех Как в любой другой компании Но еще и профессиональную десятку Что это значит? Кто такая профессиональная десятка? Сначала поясню, что такое обычный топ 10 Это люди, у которых больше всех денег Самые большие заработки Сложенные из трех наших бонусов Универсальный бонус, бонус бесконечности И спонсорская премия Три бонуса собрали Получили цифру Рейтинг Вот, понятно, вы знаете этот рейтинг А что же такое профессиональный рейтинг? Ну... Получилось, что мы будем это делать И с удовольствием Мы вчера, позавчера Разглядывали его Смотрели фамилии Он будет сложен из рейтинга По универсальному бонусу Который вы не знаете И рейтинга по бонусу бесконечности Есть у нас такие бонусы отдельно Которые дают деньги, да? Бонус бесконечности Сейчас мы озвучиваем Вот топ 20 озвучили Но обычно не будем озвучивать А вот универсальный Как соединение этих двух рейтингов Не денег, а рейтингов Это немножко по-другому, да? И даст профессиональный топ Профессиональные наши лидеры То есть в основном Там те, кто работает серьезно Здесь кто получает серьезно, да? А там кто работает серьезно В нашем маркетинговом плане Так получается, что Можно получать большие деньги Имея маленькую группу Ну, например Вот на втором месте в топе У нас Любовь Анатольевна, да? Я никакого секрета не скажу Любовь Анатольевна Но для кого-то это хорошая цифра Записывайте, думайте Это маркетинг-план То есть я что-то про маркетинг Сегодня скажу 26% от товароборота Своей структуры Любовь Анатольевна Получила своим чеком 26% Это с первого поколения Второго поколения, да? Может быть Третья была Я сейчас точно не скажу 26% А мы говорим Что компания выплачивает 50% Осталось 24% Всего лишь Вот с этой группой людей А ведь у Любови Анатольевны Есть спонсор Галина Хузинская Ей тоже заплатили Ей спонсор Елена Бондаренко Тоже заплатили Да? Есть люди Которые получают То есть В нашем маркетинге На начальном этапе работы Вы можете Аккумулировать Очень большие деньги В свою сторону То есть деньги Да А вот профессиональный рейтинг Он немножко показывает Что по одному Что по другому Вот такая вот история Ну что ж Приготовились? Как вы думаете Кто на первом месте В профессиональном рейтинге? В профессиональном Как я уже сказал Значит мы берем рейтинг Уни-бонусы Которые вы не знаете Берем ББ Ну вы его сейчас знаете Скрещиваем их И смотрим Бондаренко Предположение есть Алма Предположение Валяева Шакпарова А что вы зачитали Тут фамилии написаны? Они не все Не все Жанна Садыко пишет Хочу фотоаппарат Что за вопросы задаете? Я фотоаппарат хочу Шакпарова Шакпарова Бондаренко Ну молодцы За своих так сказать Да за своих Посмотрим Жму Жму Я пока молчу Разглядывайте Читаю что написано Разглядывайте Ну пока разглядывайте Я озвучу Кто не видит с экрана Сложнева Сложнева Здравствуйте Час удачи подарил мне Альфу У меня слезы радости На глазах Благодарю компанию И команду За шанс И веру в меня Анеза Жанна Мария Алма Алма Кабдешина До встречи в офисе Всех поздравляю И до скорой встречи Ну просто бальзам на душу Скажу Спасибо Госпоже Сложнева Что вы написали многое Красиво Да Итак Алма Шакпарова Номер один В профессиональном рейтинге Почему Потому что У Алмы Шакпаровой Четверочка Общий такой рейтинг Да То есть первое место В одном топе И третье в другом Сложили Четверочка Вот И с четверочкой На первом месте Я не буду говорить У кого какие цифры Но Десятая позиция У нас Кабанов Валерий Владимирович А давайте я всех зачитаю Такой рейтинг Я всех зачитаю Да Но скажу что Десятая позиция Там Двадцать девять Вот этот самый общий рейтинг Вот у Алма Шакпарова Четыре А у десятой позиции Двадцать девять Во как Итак На первом месте Алма Шакпарова В профессиональном рейтинге Фукайдан Волт На втором месте Майлы Гуловы Саамировна И Алма На третьем месте Два человека Алма Кабдешевна Адельбекова И Любовь Анатольевна Валяева Там где места у нас совпадают Мы по алфавиту ставили Да Но Да На четвертом месте Анеза Джунжуза На пятом месте Акшараевы Марианна Иденьяр И на пятом же месте Галина Хузинская На шестом месте Два человека Елена Бондаренко И Жанна Садыкова На седьмом месте Владимир Михайлов На восьмом Куралай Конурбаева На девятом Вера Фирсова И на десятом Семейная пара И еще один человек То есть два контракта Кабанов Валерий Владимирович И Логинова Ирина Юрьевна И второй контракт Шакпаров Казебек Нуркенович Вот Семнадцать человек Это очень интересный рейтинг И это рейтинг более Показательный Он действительно Показывает Ну Профессионализм То есть Результаты От созданной структуры Я не утверждаю Что тот кто выше тот лучше работает Нет Или тот кто выше тот лучше делает презентации Больше говорит умнее Или еще что то Нет Но по цифрам По товаробороту По ширине структуры По рейтингам Одному другому Так получается То есть С точки зрения профессиональности Да Это люди которые сегодня В июне Мы впервые этот рейтинг озвучили И это рейтинг интересный На него можно смотреть И в общем то Радоваться Да Да Но это никак не отменяет предыдущий подход Да Топ 10 за июнь Кто больше всех зарабатывает То есть мы платим деньги Это очень хорошо И вот профессионалы Которые Лучше грибут На наших лодках Да Хорошо Ну идем дальше Кстати говоря Здесь скажу Был вопрос от Марианны сегодня Что было бы неплохо озвучить Топ 30 ББ по бонусу бесконечности Или топ 45 Потому что люди не знают А вдруг они попали в топ 45 И тогда им надо в Сочи готовиться Ну примерно такой вопрос Или вдруг они близко И тогда им надо немножко поработать И попасть в топ 45 И я написал Но это было там в лидерском чате Поэтому я скажу сейчас для всех Во-первых Прошлое июнь Ну нельзя сказать что не показательное Но ведь в июле сейчас совсем другая работа Совсем другие как бы силы задействованы Вкладываются люди по другому Поэтому июнь не показателя Там примерно Поэтому показали топ 20 Чтобы вы могли ориентироваться Но самое главное это второе Спортсмен А я написал там про спорт Поэтому про это и скажу Когда бежит свою дистанцию Он выкладывается Он старается И когда он прибежал Ему говорят вот столько времени И потом он ждет Как прибежали другие И соответственно Какой у него рейтинг И какое у него место Спортсмен не бежит Ну хороший спортсмен Так типа вот я сейчас бегу просто так Легонечко Не трачу силы Да А вдруг окажется что я в лидерах Ну тогда я чуть-чуть быстрее побегу Нет Мы понимаем что тогда он никогда не будет в лидерах Лидеры они бегут в начале сильно В середине сильно И в конце сильно То есть в меру своих возможностей Именно поэтому в Сочи мы собираем людей У которых есть лидерская жилка У которых есть желание быть в Сочи Я понимаю что больше всего желания сейчас У Магадана из-за холода В Алма-Ате жарко и поэтому Ну подумаешь в Сочи тепло Ну подумаешь в Сочи Там можно в море искупаться Да Да А для Магадана это не подумаешь Это вопросы такие Ну невыживаемости конечно Но гораздо больше значит То есть больше мотивации Больше желания сработать Заработать Сделать Вот это важно Поэтому Лидеры Это те кто борется стараются Делают максимум Потом смотрят Куда попал Вот я не думаю что Валерий Владимирович Вот на десятую позицию возьмем И Ирина Юрьевна Да Думали что они в топ десятке компании А оказалось в профессиональной десятке Понимаете они работали и попали Машина Здесь для чего сейчас этот подарок Чтобы напомнить о командной работе Чтобы напомнить о том Что эту машину не может получить человек Который просто хочет ее получить Ее получит только человек Который зарабатывает По бонусу бесконечности Значит у него несколько веточек Да ну 3-4 И в этих структурах все хорошо Там свои лидеры Там свои товарообороты Возможно там точно так же 4 желающих получить эту машину И этот верхний спонсор Лидер помогает своим людям Целиться в машину И получить машину Даже Понимаете да И технологии включаются Не продажи продукта А создание сети Управление сетью Помощь в создании большой группы Управление большой группы Но это никак не продажа продукта То есть не забывайте Что машина в подарок идет тем Кто создает сеть Кто работает над созданием сети Это второе и основное действие Которое многие делают Да Многие не делают К сожалению Эта фотография Ну она из свежих Вот она пришла О Безобразие Дайте я уберу уже Странно Я стирал Стрелом не то поставил Значит Там В эти были Телефоны Поэтому я убрал Но Работа там делается Люди приезжают в регионы Да Люди приезжают в регионы Люди делают растяжки Мы видели Мариану Акшараеву Ионезу Джунжузу Да Держат в руках напиток То есть мы делаем с вами рекламную работу Нам за эту работу не стыдно Потому что у нас великолепнейший продукт У нас замечательный маркетинг план У нас все хорошо Нам не стыдно И поэтому не стыдно Делать хорошую работу Это здорово даже Да Стыдно Должно быть некоторым А сейчас Сегодня видел Я правда не смотрю эти фильмы Да Но был Как не стыдно Актеры там Какого-то сериала Игра престолов Рекламируют газировку Как им не стыдно Мы же их знаем Совсем как других Да Ну для меня это непонятно Но вот бывает так Да Когда хороший актер Хороший спортсмен Начинает что-то рекламировать Ну за деньги Да Оказывается что это плохой продукт А просто за деньги Вот это вот Должно быть стыдно А что же на этом слайде мы видим Что-то сегодня мы Мы с вами чуть подольше поработаем Как и Татьяна Викторовна Да Неделя работы у нас получается Это кусочек сайта Личного сайта Владимира Михайлова и Ирины Ильичевой Они через несколько дней Делают вебинар Свою презентацию Во вторник Это их вторник Да Но почему я сейчас говорю про этот сайт Уже есть вопросы Как оформлять свои сайты Свои странички в интернете Что можно что нельзя Можно ли использовать логотип компании И так далее и так далее Так вот Этот сайт близок к идеалу Вот у Михайлова и у Ильичевой Вы видите я закрыл тут Телефон Ну вам то не надо Правда Мы компании не рекламируют Кого-то одного Персонально Единственное На этом сайте есть видео Есть отзывы Есть цены Да Продукция Ну вообще очень хороший сайт Действительно Единственное что Когда вы делаете сайт Нужно И это очень важно Чтобы этот сайт Не ассоциировался Как будто это сайт компании Это я говорю всем Да Многие люди делают такую ошибку Так любят вот сначала Вот поставить компанию Это же сила А потом где-то себя И в итоге Если появляются какие-то сайты Которые претендуют на то Чтобы вот как будто бы Это официальный сайт компании Внешне То мы как компания Будем реагировать Да то есть Очень просто там как-то Закрывать что-то и все Деньги платить не будем В данном случае Человек когда видит Вот эту вот верхушечку Да вот я Владимиру скажу Ирине Он немножко думает О это компания Начинается все Компания Все правда Как избежать Как сделать Да Вот здесь вот внизу написали Что это сайт Частный Здравствуйте Молодцы Но это внизу Люди вниз не смотрят Как Что достигается Чем Обычно Сетевики создают Команду И иногда называют Их теми или иными Названиями Команда Мечты Команда Крита Команда Бизнес-форумов Команда Магадана Команда Удачи Команда Супер Успешных людей И так далее То есть и тогда Вот это вот здесь Где-то наверху и пишется Допустим Название сайта Такое-то Такое-то Или что это Личный сайт Таких и таких людей И все-все понятно Мы попали на личный сайт Командный сайт Мы Знаем Куда попали Когда вы будете называть Свои команды В общем-то Очень сильно подумайте Чтобы Не назваться тем Кем Не можешь быть Однажды мы с Людмилой сделали Такую Ну социальную сеть Свою Назвали ее Хэппи Тим Ну тоже попали Тогда это Давно было под давление То есть Ну люди любят Американскими словами Почему-то называть Мы сами это сделали Это ужасно Вообще Сейчас вообще нельзя Америка же Проседает Да Вы слышали Трамп сказал Сделаем Америку снова великой То есть она проседает Поэтому все американское Идет вниз Поэтому нужно называть Не американскими словами Но вернее Я не могу диктовать Мы назвали Хэппи Тим Счастливая команда Да Да Мы понимаем Хэппи Тим Счастливая команда Но вы сейчас с людьми общаетесь Где набрать столько счастливых людей Или как собрать команду Чтобы они были счастливы Приходят все Внутри Счастливых там мало А команда называется Хэппи Тим Либо значит надо Хэппи Тим убирать Либо команду убирать Да Менять В общем Несоответствие Поэтому очень серьезно думайте Про то Как назвать свою команду Что тут у нас пишут Иван пишет Костя Дзю Рекламировал биткоины Компания мошенник Очень многих обманула Ударила по авторитету Да Костя Дзю не знал Ему дали деньги Он отрекламировал И потерял авторитет Поэтому очень важно Свой авторитет сохранять Думать с кем работаете Как О чем И так далее Да Идем дальше Команда Молодости нашей Хотя мне очень скоро 148 Да Примерно так Компания 4 4 4 наших основных фундамента У любой компании так 4 фундамента На которых стоит Все Весь бизнес И сейчас я хочу поговорить О фундаменте команда Больше чем О каких-либо других В маркетинге я уже сказал Что лидеры Вытаскивают 26% Но раньше были цифры в 34% Поэтому 26% Это вообще терпимо Да Это просто один месяц Вот такая ситуация Про продукт он у нас великолепный Маркетинг Замечательная Компания Мы сейчас про нее не говорим Она хорошая Очень хорошая Все Команда Это не то Чтобы наша слабая точка Это та точка Которая Должна Развиваться Соответственно Другим Пунктам Великолепнейшему Продукту Замечательному Маркетингу Ну и компания Вся вырастет И мы идем таким путем Так уж Получается Что очень много людей У нас новенькие В сетевом маркетинге Вот в интернет бизнесе В интернете В рекомендательной торговле Новые То есть у них Нет опыта Подобной деятельности Соответственно Они приходят Здесь учатся И здесь Приобретают опыт Это очень Очень хорошо Но требуется Время Чтобы сегодня Человек стал опытным В каком-то виде Деятельности Считается Нужно пять лет То есть Нужно пять лет Чтоб ты стал Там достиг Да Поэтому когда приходят Ну совсем новички Ну что пять лет им надо Да Да Пять лет Может быть за год Можно выйти куда-то за месяц Пять лет Чтобы приобрести опыт Соответственно Да Хотелось бы брать Профессионалов Из других Источников Из других компаний И так далее Которые уже обучены Но очень часто Они обучены В других компаниях Не совсем тому Что нужно нам Опять-таки Нужно Переобучение Да Переформирование Навыков Так скажем Угу И так Команда Кстати Похвалю Сейчас Фотографии Марианна Выставляла В командном чате Вчерашние Да То есть Татьяна Викторовна Мы договорились На Совете Администрации Что Татьяна Викторовна Сходит в офис Алматинский Да Неожиданно Ну то есть Как-то так раз Не с инспекцией Нет Ну без предупреждения Чтобы лишний раз Не готовиться Не то чтобы Мы думали Вот сейчас зайдем И там тишина Все спят Нет Но заходят В офис Татьяна Викторовна Вчера в Алматинский Неожиданно А там праздник Там выручение значков Там радость Еще полная ассоциация Что в вашем офисе Праздник всегда Всегда есть Что вручать О чем говорить Сидеть на вебинарах То есть вообще Вот так вот Все замечательно И в рейтингах И в рейтингах Тоже В денежках Да Вот Алмак Абдешина пишет Все новички Без сетевого опыта Да Значит пять лет нужно Можно за год Многому научиться И вот здесь очень важно Я скажу Здесь сейчас такое Такое наставление Да Для новичков У нас У нас Наш продукт Очень часто Привлекает к нам Людей В бизнес В работу Людей которые Излечились С помощью продукта Ну или существенно Поправили свое здоровье То есть у них Огромная благодарность Продукту Они излечились И они Когда начинают Рассказывать Они в общем то Рассказывают об этом Продукт Я излечился Продукт Он излечился Продукт Да у нас весь офис Бывших больных Приходи Все излечились Да И человеку Которому 20-25 лет Который еще не считает себя Смертельно больным Он В настороженности Определенной Должен быть Что это за офис такой Где все были больные Буквально год назад Полгода Два года Да Вот Я не говорю сейчас Про алматинский офис А вообще Это во всех городах Практически Вот такой вот перекос А когда мы предлагаем наше дело Мы должны говорить о продукте И о работе Можно сказать слово работа Можно сказать слово деньги Можно сказать слово бизнес Его сейчас понимают Деньги Работа Зарплата Продукт Здоровье Профилактика Деньги Работа Зарплата Фокус в чем Когда вы говорите о продукте Хошь не хошь Или так Хочешь Не хочешь Вы ни слова не говорите о деньгах Просто Нету Соответственно идет Предложение Информация Человеку Уже Ну не то что Ополовиненная А существенно урезанная Там идет Десятая часть Того что нужно сказать Десятая Кроме случаев Когда реально Надо человека вылечить Да ему ничего не интересно Ну а вылечим тебя Быстренько там посмотрим Или Приподнять Да Здоровье А вот когда вы говорите О работе Зарплате Денежках О тенге О рублях Да хоть О юанях Да Золото В слитках О рейтинге О зарплатах Там 26% Там машины дарят Да То вы обязательно Рассказывайте Мы покупаем продукт Который приносит здоровье Мы на этом зарабатываем Все люди больные А кто не больные Тот хочет быть здоровым Сейчас это очень модно Они это покупают Мы зарабатываем И зарабатываем И зарабатываем Потому что продукт То есть когда вы говорите Про работу И деньги Вы всегда туда Вставляете слово Про продукт И получается Комплексное предложение Попробуйте Потренируйтесь Найдите слова Расскажите друг другу Находите слова Зацепки Которые у вас лучше получаются Чтобы в ваше предложение Звучало Я тебе предлагаю работу Хорошую работу Еще у нас Есть Маленький наш Пока Нюансик Нашего бизнеса Что команда Не привыкла Зарабатывать Солидные деньги То есть выходит На семьсот Тысячу долларов В месяц И останавливаются Потому что охватает Как у всех Все нормально Да Останавливаются То есть не переходят дальше На полторы тысячи Две Пять Семь Останавливаются Потому что нет мотивации Страшно Ну что Пожалуйста Не бойтесь Здесь есть Двадцать пять тысяч В месяц для вас Но нужно делать сетевую работу Да Сетевую Это тот момент Старый Наш Слайд Четыре фундамента Нашего бизнеса Он хороший слайд Он очень образный Да На новом Которым я использую На спасательные круги Мы спасаем людей Кидаем Деньги Здоровье Вот Чтобы они зацеплялись А здесь Ну как бы Корневая система И Давайте еще немножко Про команду скажу Учиться Учиться Нужно Не думайте что Многие думают Что школа закончилась Там или институт Все учиться не нужно Нужно Это интересно Это неплохо Нужно себя заставлять Потому что учителей то нет Никто не проверяет Домашнее задание Никто оценочку не ставит В тетрадочку Или в дневник Не приходит мама с папой Заглянуть То есть система Контроля И учета Вашей работы Отсутствует Она только у вас Денежек больше Денежек меньше Вот она Денежек больше Денежек меньше Учусь Не учусь Но я сейчас скажу о другом О том что мы просим вас Когда вы пишете в компанию Писать Длинно Да Например Приходит письмо От Жанны Садыковой Которая умеет писать длинно Знаете письмо такое Называется Мой айди И больше ни одного слова Там таблица Замечательная таблица Где написано что Жанна за один месяц купила Примерно 440 За второй месяц На 440 За третий месяц На 440 Значит пункт 1 Выполнен на Сочи Дальше Пригласил одного Випа Второго Випа Написано Еще 8 не Випов Да Ну то есть для Сочи Все готово Еще один Вип Нужен для банкета Если говорить о банкете Но слов никаких нет Ведь надо написать Заявка На участие в Сочи Возможно там Выполнила пункт 1 Примерно 2 То есть чтобы Представляете Компания же растет Страшно подумать Если мы Такие письма Поручим вот кому-то Читать Из новых людей Наймем человека Скажи ему Давай Будешь заниматься Письмами Обработай Службу поддержки Он получит Написано Мой айди Там таблица Куда это Это мы с вами Очень хорошо в теме В общем то Нужно описывать Это я сказал Про Алма-Ату Теперь что-то Про Магадан Да Магадан Чем ответите На мой айди Галина Хузинская Написала письмо Называется Промоушен Ну и в общем то Слов больше нет Да И там тоже таблица И догадайся сам Как будто у нас Один промоушен вообще Один? Может быть у нас их Разные? Может быть у нас их много? Да Может быть у них название есть? Но мы то догадались Но когда это письмо Уже походило Походило А это 30 активных партнеров В структуре за месяц Для того чтобы попасть на специальный промоушен От Людмилы Батакова Но это нужно было думать Догадываться Да? Жанна Садыкова пишет Я только учусь Мне нужно не только учиться Но еще и применять Да? Только учиться это недостаточно Ну это я каламбурю Вы понимаете Но все-таки в моих словах Есть большая доля правды Идем дальше Идем дальше Что у нас еще? По этике Все-таки нужно мне сказать Знаете Татьяна Викторовна говорила об этом позавчера На лидерском мы говорили Но вот на всех Так мы не говорили Это очень важно Вы сейчас уже понимаете Компания защищает вас Компания защищает вас от негатива Компания защищает вас от каких-то странных посторонних влияний Компания защищает вас от соблазнов даже Очень часто люди не воруют Не потому что они не хотят воровать А потому что они боятся наказания Да? То есть вот он А не отменишь накажут Посадят Все Буду честным Да? То есть это очень хорошо Когда человек вообще там Ну не святой Но сам понимает Что нельзя делать А что можно Но очень часто Наличие наказания Наличие того что поймают Накажут Да? Это останавливает В нашем деле Мы рекламируем вот эти четыре фактора Компанию Продукт Команду И маркетинг план То есть бизнес Если кто-то начинает подтачивать Какой-либо из этих факторов То этот человек начинает работать Против себя Против всех Против команды Или использует свою структуру В других каких-то целях И естественно мы должны защищаться Но Не нужно путать Да? Не нужно путать Как бы истинное С не пойми чем Например Письмо приходит в компанию Слушайте Я подписала Знакомую А ее дочка Ее дочка Подписалась не под мамой Накажите там всех Там увольте Не знаю там Денег не дайте Еще что-то Поштрафуйте Почему эту дочку В другое место Подписали Почему? Скандал На весь мир Сидит администрация Разбираем Для Виктора Николаевича Вообще такие вещи Крайне удивительные Да? Он человек из армии Вы знаете Там написано устав Что может что нельзя Устав написано кровью Есть инструкции Что делать что не делать И вдруг тут А как а что разве дочка Обязательно должна под маму? У нас что крепостное право По генеалогическому принципу? Или Если дочка подписалась под маму Значит нужно спонсора дочки наказать? Чтоб компания наказала? Штрафовала? По хорошему компания должна штрафовать Того человека Который такое пишет Ну мы нежно все сделали Красиво Голова болит У администрации Когда команда Выясняет отношения Когда идут какие-то претензии Какие-то склоки Бывает же так Человек вот когда больной Да? У него нет сил Вы ему дали фукоидан В том или ином виде Месяц второй Он наживает У него появляется сила Он крепкий И он Начинает лихачить Да? Поэтому вы там следите Лучше здоровых Приводите людей Которые хотят зарабатывать Хотят автомобили Больным всегда достанется Продукт Через здоровых Мы защищаем вас И у нас произошла впервые Терминация первого человека Увольнение Да? Из первой линии компании И кстати интересно Как раз таки Зайцево Который летит на Крит Из этой структуры То есть как вот Распоряжаются небеса Удачу посылают вот Людям, которые Да, пришли за человеком Но потом Была эта терминация Было это увольнение За крайне неэтичное поведение Которое касалось Вот в сторону компании И в сторону команды Сразу в два наших дерева Вот если начинать грызть Да? И как говорят знающие люди Мы очень долго терпели Но потом все таки Пришлось это дело остановить Да? То есть у нас есть И для тех Кому нужно бояться Да? А чтобы не делать глупости Ну бойтесь Ну не делайте глупости Пожалуйста Только похвала Только хорошие слова В адрес Команды нашей Хорошей Продукта нашего Великолепного Компании нашей Замечательной Маркетинга нашего Щедрого Доброго И профессионального Да? Да? Он совсем бездельникам Не дает денег Да? Но работягам дает Много-много денег С продуктом Та же история Вот Что же еще Я хотел вам сегодня сказать По-моему Это все Все Если есть вопросы Напишите Мы затронули Темы Обучения Командности Такая Спортивная Тема Ребята Работайте Работайте Очень хорошо Попасть в топ-30 Очень легко Очень легко Мало того Тридцатка Там обязательно Будет много людей Которые не поедут По тем или иным причинам Да? Значит мы Да, можем взять Из сорока и сорока пяти Мы можем взять Всех желающих Главное Быть желающим Предлагайте это людям Предлагайте им Бизнес Работу Предлагайте им Доходы А не Скажем так Поиск людей Которые Крайне Сильно Нездоровы Нет Такое не хотят Молодые не хотят Они хотят машины Мы даем машины Они хотят деньги Мы даем деньги Они хотят на Крит Они хотят на Тенериф Мы все это даем Об этом Нужно Рассказывать Спасибо В следующий вторник С вами Михайлов Владимир И Ирина Ильичева В следующий четверг С вами Галина Хузинская И Елена Бондаренко Я с вами сегодня Прощаюсь Прощаюсь Ушившись В cada ерунт Вы